Доброе утро. Напоминаю, сегодня 1 сентября, день знаний, если вдруг забыли. Этот день связан не только с радостными ожиданиями, с радостным волнением у детей и у взрослых, но и с некоторой тревогой. Особенно у родителей, которые переживают, как школьник будет воспринимать с каждым годом все возрастающие нагрузки, в том числе и на зрении. О гигиене зрения будем говорить прямо сейчас с нашим утренним гостем, детским врачом-офтальмологом высшей категории Ольгой Валентиной Суботиной. Доброе утро. Доброе утро. Я помню, что в школе раньше, когда я училась, детей рассаживали в зависимости от того, кто как видит. И те, кто видит хорошо, отправлялись куда-нибудь на дальние, задние парты. До сих пор такого принципа придерживаются? В принципе, должны придерживаться, потому что первые три парты – это парты для детей с пониженным зрением и с пониженным слухом. Если такое существует, то должны предоставить справку от врача-офтальмолога, либо родители должны заблаговременно побеспокоиться и подойти к классному руководителю и сказать, что ребенок плохо видит. Но все равно это все через школьного врача и через доктора. Первые три парты должны быть для тех деток, которые не очень хорошо видят. В школьных классах обычно несколько рядов, но два или три, иногда больше. Есть необходимость менять эти ряды, пересаживать, следить за тем, чтобы ребенка пересаживали, скажем, с первого ряда на третий и обратно? Есть необходимость. Меняется угол зрения. И надо, чтобы все глазки работали в каждом определенном режиме. Желательно не менее двух раз в год, а лучше раз в четверть. Если родители замечают, что происходит какое-то изменение, снижение зрения, ребенок стал жаловаться на то, что стал хуже видеть, что нужно делать? Помимо того, чтобы взять за руку и отвезти к врачу-офтальмологу, какие другие нужно мероприятия проводить? Первое, что нужно обратиться к врачу-офтальмологу, получить рекомендации определенные. Затем режим дня. Школьнику нужно определенным образом поменять, может быть, как-то отрегулировать. Освещение обязательно нужно было, чтобы посмотреть, так ли оно у ребенка устроено. Может быть, переговорить с учителем, пересадить его на парту и посмотреть, не влияет ли это на внимательность ребенка. Потому что иногда внимание ребенка как раз связано с тем, что он не видит и начинает с соседями разговаривать или еще что-то. Отвлекаться. А по поводу освещения в домашних условиях, как правильно организовать, чтобы ребенок делал уроки и не сажал при этом зрение? Нужно, чтобы было обязательно естественное освещение. То есть нужно, чтобы было рядом окно. Желательно, чтобы это было или прямо, или с левой стороны. И нежелательно обязательно, чтобы была настольная лампа рассеянного света с абажуром. И чтобы был вот этот вот свет направлен локально на книжку или на тот предмет, который он должен освещать. То есть не в глаза ребенку. Свет должен быть направлен слева. И то, чем он занимается, читает, должно быть на подставочке. То есть определенный угол должен быть. И плюс ко всему должно быть нормальная посадка ребенка. То есть он должен сидеть прямо, чтобы угол у него был 90 градусов. И чтобы у него расстояние до стола было 35-40 сантиметров. То есть это все надо регулировать. И освещение должно быть двусмешанным. То есть не люминесцентным, а именно естественное. Плюс лампа обыкновенная, где-то 60 ватт. А с левой стороны это и для левшей, и для правшей актуально? Или левшам меняют? Да нет, левшам тоже не меняют. То есть с левой стороны обязательно порядок? Нет, левшам можно менять. Потому что в зависимости от того, переучивают их или нет. Потому что у него получается, что он закрывать будет. Да, затеняет. То есть если не переучивают, то с правой стороны? Ну, это редко, но да, менять надо. И такой вопрос, касающийся работы в классе. Снова до доски какое должно быть расстояние? До доски минимальная от первой парты идет 2 метра 40 сантиметров. Максимальная 3. И до последней парты должно быть расстояние не больше, чем 8 метров 60 сантиметров по кзоту. То есть родителям стоит за этим следить? Ну, это должно в принципе быть к первому сентября подготовлено. Но не факт. Смотреть за этим надо. И освещение нужно, чтобы тоже было такое же смешанное. То есть и естественно, опять же, левостороннее. И чтобы сверху было освещение. И чтобы рабочее место освещалось не меньше, чем на 300 люксов. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и поделиться этой важной информацией. Будьте рядом. Продолжим наш День знаний.